Всем привет, друзья! С вами Неломов, и сегодня мы попробуем замуровать соседа в его доме, в Альфе Третьей. Это, наверное, получится у нас не так-то и легко. С этим получится, вернее, справиться нам. Откуда я это взял и почему я так решил? Во-первых, я заметил, что вам понравился предыдущий ролик, где мы в Альфе второй муровали соседа. А во-вторых, Ник сказал, ну, подписчик моего канала, сказал, что, в принципе, сосед должен быть по-другому устроена физика в соседе Альфе Третьей. Я так подумал, почему бы не начать муровать его именно тоже и в этой Альфе. Ну, была не была. Попробуем, что с этого получится. И поэтому я уже, видите, тут понемножечку коробочки поставлюсь выстроить красиво. Что я вам хочу сказать? Если я близко ставил коробки возле его окна, он их замечал и почему-то не хотел вообще вылазить с этих коробок. То есть вылазить с этих окон. Получается, нужно немножко дальше я себе сделаю водоих ставить в коробки, чтобы он не видел этих коробок, что ли. Ну, надеюсь, что это получится у нас в этом ролике. Сейчас будем потихоньку промотим его настраивать. Значит, он идёт домой. Хорошо. Открыл, закрыл. Нам нужно набрать ещё больше коробок. По-моему, он опять меня заметил. Он бежит за мной. Он уже за мной бежит. Мне нужно хотя бы четыре коробки. Ну, три схватил. В принципе, неплохо. Давайте строить дальше нашу баррикадку. Вот так. Стоит, стоит хорошо. Так. Тек-тик-тик-тик-тик. Хорошо. Поставили. Надо постоянно набирать по четыре коробки, потому что... Потому что, потому что, потому что, потому что... Это максимум в нашем юнитаре. Если мы набираем по четыре коробки, то мы быстрее, соответственно, застроим его окошко. И, возможно, нам удастся видеть, как он выпрыгивает и разбивает эти коробки. Мне это больше всего нравится. Он выпрыгивает такой... И разбивает их. Так. Вот, в принципе, неплохо. Кстати, построили. Вроде бы пока. Пока, пока. Что еще я заметил? Мне писали в комментариях, неоднократно, ребята, чтобы я попробовал взять и достать капкан соседа. И на этот капкан потом поставить, развернуть его, чтобы в него словить соседа. Честно говоря, я не знаю, как это осуществить, как это сделать. Но попытаться можно. Но пока что мы остановимся на баррикаде. Смотрите, он пошел. Даже меня не видит. Ну и хорошо, что он меня не видит. Оп. Есть. Вполне неплохая такая баррикадка. Теперь надо третье окно застроить. Раз. Получается? Нет, немножко надо ливерить. Чуть-чуть. Отсюда хотим. Раз. Два. Три. Вполне неплохо, я считаю. Бежим еще за коробочками. Вы поняли? Коробки очень ценный материал. Раз. Два. Ну, две коробки. Не три, не четыре. Две. Ну, тоже неплохо. Так. Вон такую вот баррикадку пока что настроили. Хорошо. Раз, два, три. И вполне вероятно, что уже сосед будет, возможно, выпрыгивать. Ну, удастся мне убежать? Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ну, по-моему, удалось. Что теперь нужно сделать? Дождаться, пока сосед будет вот в этой комнате. Прошь туда облаком. И тогда вполне вероятно, что он будет разбивать эти окна. Ну, я не уверен, но может быть. Может быть. Давайте же пробовать, пробовать его-то загнать. Ну, коробки были еще вот тут. Плохо открывалось. Сейчас так ваза разобьется, насколько я помню. Так. Тихо-тихо-тихо. Ох, есть. Пролезли. Разбили ему тут кое-что. Но ничего. Так, телевизор, кстати, о птичках. Телевизор. О-о-о-о-о-о-о. Я тут хозяйничаю, пока он тут. Хм. Так-так-так. Хорошо, хорошо. Тут мы застроили. Кстати, что насчет вот этой вот окна? Ммм, довольно... Так, далековато. Там близко. Теперь нормально вроде. Вот. Вот так. И нужно еще... Давайте пробуем разобьем ему окно и ждать соседа. Может быть, он сюда-таки сюда придет? Опа. Где он? Где он? Кто видит? Я не вижу пока что. А, он отбежал кругом. То есть, он все равно не... Чисто категорически отказывается он пробивать вот эти окна. Нужно как-то дождаться, когда он будет реально в этом... В этой комнате. Хм. Ну, я не уверен, что нам это удастся. Нам попытаться... Вот он в этой комнате. И что? Он все равно оббегает через открытые двери. Мне кажется, нам не удастся это совершить. Потому что сосед слишком умный в Альфе. Третий. Он как будто знает, что я жду того момента, чтобы он выпрыгивал и разбивал коробки. И как будто не хочет специально со мной сотрудничать. И делать то, что я его хочу от него. Не капканы не ставит, когда мне надо. То есть, он какой-то... Как будто я говорю сейчас в микрофон, и он все слышит, как будто этот сосед. Такой сосед немного хитренький, хитренький. Так, так. Опа. Ммм, упало. Опа. О, ну неплохо так застроили, в принципе. И что? И что? Он не выпрыгивает. Он заходит через дверь. Ммм. Раз уж ты выходишь через дверь, дорогой мой сосед. Почему бы тебе... То есть, почему бы мне твои двери не заблокировать? Так. Раз. Коробку хотя бы одну поставим для начала. Может... Когда на косилку туда бросим, пускай едет на него. А, видите, он через боковые двери выпрыгивает. То есть, через боковое окно. Хмм. То есть, он хочет, чтобы я их тоже заблокировал. Но если я заблокирую эти двери, он будет выпрыгивать через это окно. Но если я буду блокировать ему вот это окно, он будет оббегать кругом. То есть, по сути, мне надо заблокировать весь дом. Весь дом нужно блокировать, чтобы он как-то... Вообще никак не мог выпрыгнуть. А давайте почитаем. Вот здесь надо блокаду поставить. Вот здесь. Вот здесь. То есть, еще раз. Два. Тут заблокировал. Три, четыре, пять. Задние двери. Там окно шестое. Где он, где он, где он? Кругом отбежал. Раз уж он не хочет по-нормальному выпрыгивать, может реально заблокировать ему весь дом? Весь дом заблокируем. Посмотрим, как он будет себя вести. Как он будет выбегать из дома, когда мы ему заблокируем реально весь дом? Он страшно боится. Я заметил, боится урн. У нас есть две урны здесь. Две урны вот тут. То есть, мы можем, допустим, поставить ему блокировку вот здесь. Вот раз. Тут блокировку. Вот сюда блокировку поставим. То есть, здесь он, по идее, выпрыгивать уже не будет. Потом. Задняя часть дома. У нас есть вот две урны. Мы можем еще заблокировать вот тут окно, чтобы он не выпрыгивал. Надеюсь, он не сможет теперь выпрыгнуть. И вот эти двери. Если мы здесь поставим урну, по идее, он не должен сюда уже выходить. То есть, он должен ее бояться. Поставив сюда урну, он будет выпрыгивать через это окно или через это. То есть, у него еще четыре выхода. Я так подозреваю. Ну, давайте посмотрим, попробуем, откуда он будет теперь выбегать. Нам нужно чем-то бросить ему в окно. Вот, к примеру, ну, вот это бросим. Ну, даже не так не отреагировал. Давайте вот это окно бросим. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ну-ка. Стоит. Его глючит. Он выпрыгивает. Он выпрыгнул до коробки, как-то обошел боком. Вы видели? Он обошел боком коробки. Его они ни по чем. То есть, он их не разбил почему-то вообще. Это о чем говорит? Говорит о том, что он... С текстурами, что ли, не сильно дружит? То есть, он не сильно их... ...воспринимает, сосед. Он снова выпрыгнул, и ему коробки ни по чем. Он их не разбивает. Или, возможно, я просто коробки слишком далеко поставил. Еще вариант такой, возможно, будет. Как же мне поступить с тобой, соседушка? Ты там, я тебя все поблокировал. Куда ты идешь? Ну, куда? 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 Что там? Крутится? Крутится возле тех коробок. Непонятно почему. Но он смотрит на меня. Он меня заметил. Наконец-то? Да неужели? Мы можем еще швабру поставить ему. Но через главные двери он не хочет входить уже под чему. И заходить даже не хочет через главные двери. Потому что там стоит коробка. Я так понимаю. Смотрите, давайте его подождем, пока он убежит домой. Ага. Ну, то есть, зайдет куда-нибудь. Подождем, пока он уйдет, уйдет. Дернулся такой. Как будто сейчас что-то хотел сделать. Но он там крутится, мутится, крутится. Думаю, куда же я мне зайду домой? Как, куда же мне пойти? А я ему главные двери тоже, по идее, заблокировал. Давайте проследим за ним. Проследим, проследим. Как он зайдет в те... Как он зайдет в те двери, если... Если там стоит урна. Мне кажется, заметил. А вот он бежит сюда. А я перепрыгаю. А он вон тут. И как он у меня отбежит? Что такое? Что такое, сосед? Что такое? Кошки-мышки с соседом. Кошки-мышки с соседом. Не словил, не словил. Фу! Ха-ха! И сколько мы так будем прыгать, сосед с тобой? Ты не хочешь разбивать мои коробки? Не хочешь. Поэтому бегай. Я тебя сейчас натренирую. Вы же у меня самым великим спортсменом в Хэллоу Нейбер. Так. Что еще можно придумать? Капканы он не ставит. Давайте заберем эту коробку. Ладно. Вправим двери. Камера. Меня засекает. Ну поставь же ты здесь капкан. Ну хоть что-нибудь. Вот. Двери закрываем. Жду, специально вот здесь, чтобы он меня словил и поставил капкан. Жду тебя. Сосед, где ты? Сосед. А, вот он. Ну. Видели, я бросил в последний момент коробку? Я не вижу тут камер. Ну поставь же ты сюда капканчик, пожалуйста. Сколько ты мне здесь раз должен словить, чтобы ты начал... Оп. Не хочет ставить капкан. А я хочу его словить, может быть, в капкан. Подождите. Если он ставит свой капкан... Он же в него сам не ловится, когда он его ставит. Он бежит и пробегает сквозь капкан. То есть, по идее, капкан на него не действует. Я так подозреваю. Потому что даже если я капкан возьму, его разогну, поставлю... Скорее всего, он на него не попадется. Да уж. Ну и сосед. Часы. А давайте попробуем тихонько... Сейчас сбьем тебе эту камеру. Чтобы он на мной не гонялся уже. Опа. Сбили камеру. Хорошо. Теперь он мне, по идее, там не засечет. Сядем сейчас в его... Его... А, надо еще одну камеру поставить уже. Ого. Ого. Попробуем как-то сейчас. Надо хитро-быстренько ее сбить. Вы видите, какой хитрющий этот сосед. Не попал. Надо что-то такое более маленькое. Надо сбить камеру. И по-борзому, по-борзому. Есть. Сбил камеру. Хорошо. Ты меня лови. Но я камеру-то твою сбил. Так. Вот, значит. Тогда можем теперь взять себе пульт. Или не можем. Я хотел взять пульт и усесться у него в диване. Усесться у него в диване и посмотреть телевизор. Пульт у меня, в принципе, есть. Чип-чик. А я могу издалека выключить телевизор? А-а. Не действует пульт. Издалека. А я хотел издалека побаловаться. Знаете, включил-выключил-выключил-выключил. Опа. Опа. Нет, все-таки ловит. Я подпрыгивал на забор, думал, вдруг меня не сломит. Так. О, тут работает. О, я себе уселся. И смотрю его телевизор. Значит, мы, в принципе, замуровали соседа. В принципе, выполнили челлендж. Но он не выпрыгивает, так как я хочу. Он не выпрыгивает. И когда я ставлю какие-то преграды, он их просто игнорирует и оббегает. Что я хочу еще сделать? Хочу вам показать, как я заберусь на мельницу. Что тоже ребята писали комментарий, просили, чтобы я забрался на мельницу. И это сейчас я осуществлю. Мы сейчас будем подниматься на самый вершочек. Меня немножко так проглючивает, но ничего. Ой, куда меня понесло? Вообще куда-то непонятно куда. О, ждите, что это было? Ага, ничего. Это, ну, тут какой-то домик. А это просто отражение в стекле. Ладно, мы сейчас используем читы игры. Мы пробираемся на лестницу. Так у меня пока что не получается. Во-во-во-во-во-во-во-во. Почти-почти. О, есть. И вот мы забрались на лестницу. Про это вы меня уже просили неоднократно. Ну, писали ребята в комментариях. Еще давно, чтобы я забез на лестницу. Вот я и залез. Если я становлюсь на эту вот штуковину, то я проваливаюсь вниз, лечу, лечу. А знаете, что я заметил только что? Я стою на краешке, я не хочу упасть. Я нажимаю shift. Я как будто в Майнкрафте. Я думаю, что я с края, если зажиму shift, я не упаду. Прикиньте, я уже в Майнкрафте как будто. Так, ладно. Напишите в комментариях, хотели бы, чтобы я записал отдельные ролики, как мы идем в школу, в госпиталь и в другие окрестносты. Вы знаете, что там есть секретные еще места. Вот. Чтобы мы там разведали, посмотрели. Все, посмотрели. Отдельные ролики. А сейчас еще одна есть такая, вот эта вот позиция. Эта вот лестенька тоже всем известная. Давайте туда тоже долетим сейчас, попробуем. То есть надо как-то отсюда лететь, прыгать и надеяться. А что это такое? Это что-то, нет, это не что-то. Так, прыжок. Вниз будем смотреть. Прыжок. И плюс, 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 плюс. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Не долетел. А, не, долетел. Все, наконец-то получилось. Что у нас тут? Цифры. Два, два, три, восемь, один. Яблочко. Яблочко. Тумбочка, в которой ничего нет. Ну, как шкафчик, вернее. Коробочки. Цифры, с которыми, не знаю, что тут. Они даже не поднимаются. Они просто здесь лежат с каким-то намеком для игроков. Неизвестно каким. Так. Отсюда можно все подбрасывать, конечно же. В принципе, мы такие небольшие задания цепа выполняли. Он тут дорога куда-то еще ведет. Полно всего интересного. Еще можно полазить, поискать. На этом я, в принципе, буду завершать видеоролик. Спасибо вам за то, что вы посмотрели его. За то, что вы зашли на канал. За то, что нажали лайк. И за то, что вы поддерживаете и пишете свои интересные предложения по игре. По челленджам и тому подобное. Кстати, у нас скоро уже совсем скоро будет 3000. И я даже не знаю, радоваться мне или нет. Но я, конечно же, хочу, наверное, в первую очередь поблагодарить всех вас. Всех тех, кто смотрит эти видеоролики. Которые я стараюсь записывать как можно чаще. Какие-то, возможно, как можно интереснее для вас. И если бы вы не смотрели, не лайкали и не раздавали ссылки, не посетили у себя ВКонтакте на стенке мои видеоролики, то, наверное, я бы никто их и не смотрел. То есть, это, по сути, ваша заслуга. Благодаря вам у меня почти 3000 подписчиков. Это для меня как бы рекорд. И никогда такого у меня не было. Мне очень приятно, что вы смотрите меня и как бы-то поддерживаете. Ну, а если вы будете продолжать распространять мои ролики, делиться с друзьями, советовать мой канал, то, возможно, так скоро и дойдем и до 4000. А там, гляди, и до 100 тысяч. Ой, 100 тысяч, это, конечно, еще не скоро. Но мне бы очень хотелось, конечно же. И, возможно, когда это будет, то у меня появится какая-то кнопка. И, возможно, где-то я буду вот тут вот на стенке сзади висеть. Вот. Посмотрим, как оно будет дальше. Ммм. В принципе, все на этом. Буду завершать видеоролик. Спасибо, что были со мной. До скорых встреч. Пока-пока. Ваш Неломов. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok